Помните, ребята, как-то я обозревал наушники с оголовьем из марсианской ели? Так вот, отломал я еще одну веточку от этого экзотического дерева. Веточку поменьше, и называется она наушники Bauer Sand Wilkins PX5. Ну вот она, собственно, эта веточка, видите, из того же углепластика, что и оголовье у PX7. Ну это чуть поменьше, но вот это же странная фактура. Эх, собственно говоря, это наушники того же поколения, но чуть-чуть поменьше и чуть-чуть подоступнее по цене. Главное отличие тут в форм-факторе. Это не охватывающие большие накладные наушники, а в буквальном смысле накладные. То есть они не закрывают твое ухо со всех сторон, а именно что лежат на ушной раковине. Как правило, такая эргономика, она чревата некоторыми проблемами. А именно вот эти штуки начинают давить на ухо и в течение времени вызывать неприятные ощущения усталости. Поэтому я вообще, в принципе, такие вот накладные уши не люблю и не использую, потому что у меня уши довольно-таки торчат, и они большие. И, в общем, вот это вот всегда меня вызывает дискомфорт. На удивление, вот здесь вот, ну они, кстати говоря, они как-то гораздо, вот ты их надеваешь, да, вот именно ощущение давления на уши гораздо меньше, чем у PX7. PX7 охватывающие, но они как-то прям плотно сидели на голове. А эти совсем легкие, ну, во-первых, они и по весу, конечно, легче, да, но и вот этого вот ощущения какого-то давления тоже нет. Ну, плюс, за счет чего тут это сделано. Я думаю, за счет вот этих вот супер-супер мягких эмбушуров, посмотрите. Они же просто вот, вот они, во-первых, они огромные, ну, то есть они как огромные, они такие вот очень толстенькие, при этом они супер-мягкие, принимают форму. То есть они, с одной стороны, пружинищие, да, с другой стороны, они очень податливые, поэтому вот уху в них, на удивление, удобно. И еще, мне кажется, именно из-за этого они, ну, как бы, обтекают ушную раковину, да, то есть они прямо действительно ее не просто прижимают, а вот они как-то создают изоляцию, и у них, на удивление, хорошая шумоизоляция, учитывая, что это накладные уши, то есть, по идее, у тебя, в общем, все должно проходить в уши гораздо лучше, чем у больших закрывающих наушников. А здесь я бы сказал, ну, плюс-минус, так же, как у PX7. Ну, и, понятное дело, тут вагон модных причиндалов. Начнем с самого любимого, это, конечно, шумодав. Есть шумодав, есть три режима работы, значит, низкий уровень шумоподавления, адаптивный и высокий. Я тут, значит, прочитал ревью, как на каком-то, там, вот, телефонном портале иностранном и ржал. Эта школота, значит, написала в недостатке этих наушников, что шумодав недостаточно давит. Ребята, я не знаю, что они, они, они вообще, у них что с ушами? Просто на высоком уровне шумоподавления, честно говоря, это, он настолько давит, это самый давящий шумодав, который я вообще слышал, и я еще был поражен, что в накладных наушниках это так может работать. Не в тех, которые втыкаются в ухо, не в охватывающих, в накладных. Просто реально ни хрена не слышно снаружи. Так что не сомневайтесь, давит он шум просто как сатана. Опять же, тут я должен сказать, что, видимо, опять же, в связи с конструкцией, в связи с тем, насколько мощная обработка требуется, насколько мощный этот шумодав, слышно на высоком уровне шумоподавления, слышно влияние на звук. Ну, то есть, вот прям сразу ты чувствуешь, что звук становится более, как бы, таким механистичным. Но шумодав, я не понимаю, как такой уровень шумоподавления вообще может показаться недостаточным. Учитывая, что, как я уже сказал, они и сами нормально звук изолируют. Поэтому здесь, видите, вот эти вот дырочки. Здесь, естественно, сделан тот самый режим, забыл, как он называется, у Barus Wilkins, но когда внешние микрофоны улавливают наружные шумы и поставляют тебе в ухо. Да потому что даже, когда у тебя никакого шумодава не включено, они нормально изолируют, можно тихо шумящую машину, какую-нибудь Теслу, которая мотор не жужжит, можно и не заметить подкрадывающуюся сзади. Короче говоря, вот сейчас, слушайте, прям. В общем, этот режим здесь нужен, потому что шумоизоляция хорошая. Но я, как вы знаете, глубокий противник шумоподавления, они и так прекрасно изолируют, и звук у них лучше, если вы не включаете эту самую функцию. Есть здесь также три кнопки управления. Вы знаете, что, опять же, я не люблю, когда есть кнопки управления на наушниках. Здесь никакого сенсора, они действительно вот здесь физические. Но они как-то удачно расположены, эргономика хорошая, продуманная. То есть я знаю, где центральная, а, не вы, что отличаются эти все три кнопочки. Ну, то есть как-то это все понятно, все работает. Но, опять же, управлять воспроизведением с наушников, хотя я пару раз включал, выключал музыку. Но здесь это необходимости нет, потому что есть вот эта вот модная штука, у тебя музыка играет, человек какой-то, ни черта ты не слышишь у этих наушников, ну, значит, человек какой-то тебе говорит, эй, Миша, ну-ка, что там? И ты делаешь так, ап, ты слышишь человека, а музыка в наушниках останавливается, когда ты приподнимаешь один из наушников. Вот это, я понимаю, нормально сделали. Но это, ребята, все фигня, потому что тут есть функция, которая мне, старому Технолудиту, просто взорвала мозг и сорвала башню. Потому что, ребята, представьте себе, эти наушники могут одновременно быть подсоединены по блютузу, это беспроводные наушники, я это говорил, одновременно могут быть соединены по блютузу с двумя источниками. Ну, то есть, наверное, у китайцев это уже давно было, я не в курсе, да, но в нормальном девайсе серьезной фирмы я столкнулся с этим впервые. Это обалдеть просто! Сейчас объясню, зачем это и как работает. Значит, в приложении Bowers & Wilkins, где оно тут у меня, вот оно, Headphones называется, отлично. Значит, здесь есть перечень устройств, с которыми ваши наушники были соединены. И там можно выбрать два приоритетных из вот этого бесконечного списка, с которыми они когда бы то ни было соединялись. Два приоритетных. И вот ты соединяешь их, я прямо расскажу на своем примере. Вот я соединил их, значит, с айфоном, и тут из iTunes играю... Ммм... Лема Галлахера. Вот он, смотрите, у меня, да. Значит, я выбрал два приоритетных соединения с айфоном, и с, да, хайрезным плеером Sony. Пожалуйста. Вот здесь у меня тоже Лема Галлахера, только уже в нормальном разрешении, не из iTunes. Я беру наушники, значит, и у меня вот два девайса, в которых Лема Галлахера одновременно одна песня выбрана. Я жму play на айфоне. У меня играет из iTunes. Вот, все, включилась музыка, хорошо. Потом, смотрите, что я делаю. Я жму play на плеере Sony. Здесь останавливается, смотрите, становится на паузу музыка, а тут она начинает играть с хайрезного плеера Sony. Потом я останавливаю хайрезный плеер и, оп, начинает играть отсюда. У-у-у, ёлы-палы. Для вот оценки, знаете, аудиофилии в данном случае это абсолютно идеально, потому что я реально впрямую по блютузу вот это вот сравниваю звук вот практически без паузы. А раньше ты приходилось отконнекчиваться, приконнекчиваться к тому девайсу. Потом обратно. И ты уж пока переконнектишь, ты уже забудешь, как оно звучало. А тут раз, пожалуйста. На самом деле, это для меня, для извращенца аудиофила. Для нормальных людей как это будет работать? Скажем, у тебя два приоритетных устройства. Это, типа, телефон и, например, ноутбук. И вот у тебя с телефона играет музыка, ты сидишь в ноутбуке, что ты делаешь, работаешь. Тут в ноутбуке тебе прислал какой-то видосик. Ты открываешь видосик, жмешь play. Раз, все, у тебя звук из видосика и из ноутбука начинает идти в наушники, а телефон становится на паузу. Ты смотришь видосик, тут тебе кто-то звонит в телефоне. Раз, становится на паузу видосик, а с телефона принимается автоматический звонок тебе в наушники. Гребаные чудеса технологии вообще. Как это работает? Magic. Это, наверное, единственное видео, в котором я так много говорю про функционал. Обычно-то я все больше про звук, да про матчасть. Короче, значит, здесь все-таки еще про функционал. Здесь еще есть два способа подключения этих наушников, более традиционные, естественно, к источнику сигнала. Во-первых, традиционный провод миниджек, коротенький, но он такой символический, на случай, если они, видимо, разрядились и так далее. И есть, естественно, провод USB, которым тоже можно подрубить, там, к компу, например. Обычно вы будете этим проводом их заряжать, но можно через него и звук слушать, да, соответственно, они как цифровой интерфейс будут видны у вас в настройках звука компьютера. Кстати, насчет зарядки же, да, тоже, что меня удивило, и, ну, наверное, это во многих тоже наушников есть, но я, опять же, первый раз столкнулся. У них есть вот этот режим супербыстрой зарядки. Когда ты их втыкаешь в комп, они буквально минут 15 заряжаются, и при этом уже заряжены, типа, на 40%. И с ними еще потом можно ходить, там, не знаю, 4-5 часов. Это тоже вот поразительный эффект. Так, ну, хватит. Надо уже, наконец, перейти к звуку. Здесь, в принципе, довольно немаленький драйвер, 35 миллиметров. Вот. И, в общем, вы знаете, что я вам покажу? Эти наушники PX5 мне как-то даже больше понравились по звуку, чем PX7. Представляете себе? Ну, нет, они, конечно, менее детальные. И самое главное, в них нет, ну, вот этого дикого вау-эффекта, который был в PX7, есть в PX7. Там девочки думают, господи, что ж за красоты-то такие. Вот эти как-то поровнее, поадекватнее. Эти, они, на самом деле, мне симпатичнее. То есть, опять же, вы помните, может быть, тот обзор PX7, где я говорил, что просто он там такой красивый звук, что такого в природе не бывает. А вот в этих он, он хорошо сделан, он хорошо настроен, но он все-таки как-то более реалистичен. Причем в рекламных проспектах, что мне понравилось, я даже заметил, была какая-то фраза насчет того, что типа, в принципе, в них можно и работать со звуком, да? То есть, типа, они имеют в виду, что это достаточно мониторная штука. И я хочу сказать, что я специально попробовал, я помонтировал в них, посидел там. И да, вы знаете, конечно же, это не мониторные наушники ни в коем случае, но в них именно тембральный баланс довольно взвешенный. Понятно, что там баску навалено, конечно. Для школоты. А как же иначе-то их продавать? Но, тем не менее, он в разумных пределах. И когда ты там в них микс делаешь, то плюс-минус вообще получается ровно. Не надо потом все перепиливать, когда ты это слышишь на мониторах или в нормальных наушниках, в которых ты знаешь, какой баланс. То есть, да, можно что-то понять про баланс вашей фонограммы в этих наушниках вполне, если подключиться по проводу или тем более цифровую интерфейсу. Хотя, впрочем, я не могу сказать, что они вот как-то кардинально там лучше или хуже звучат при разном подключении. Это вот как раз та категория, когда, видимо, эти DSP-модули встроены, они очень-очень четко работают, и все плюс-минус звучит хорошо. Опять же, там кардинальная разница между звуком с айфона и с хорезанного плеера. Ну, как бывает в наушниках, да, вы мои обзоры смотрели. Ты включаешь хороший источник, и ты просто думаешь, нифига себе, насколько может быть разница. Здесь такого нет. Они вот со своим характером сочненько, красиво, приятно играют, в принципе, с чем хочешь. С телефоном, плеером, компьютером, по блютузу. То есть, звук здесь действительно настроен под то, что называется, человеческое ухо. Он именно что, ну, такой вкусный. Да, в этом смысле они абсолютно наследуют по X7, и вот этот характер настройки звука Барус и Вилкин здесь абсолютно присутствует. Ну, что еще добавить? Вот видите, они у меня тут синенькие. Я специально взял, чтобы отличались от тех серых по X7, которые я уже обозревал. А так вообще есть, конечно, модификация и по-настоящему красивая, вот в том самом сером цвете.